Белая ярмарка 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 игрушки, новогодние наборы, войлочные изделия, даже тапочки есть, войлочные. Класс! Тапочки, это класс! Это надо особенно зимними, холодными вечерами, чтобы они вас согревали. Идем далее. Это у нас павильон от craftup.ru. Смотрим, смотрим, девчонки, ну-ка, можно мы тут сюда пройдем? Так, тут значки, тут, ой, тут какие-то статуэтки я вижу, куклы. От скольки рублей все это великолепие? От 30 рублей. Класс! О, не знаю, пяти тысяч, наверное, точно. Ну, ладно, хорошо. Так, двигаемся дальше, придем обязательно. Мам, дорогая, наверное, действительно, тут всю зарплату-то потрачу. Ага, good wood gifts, здравствуйте! Здравствуйте! Я смотрю, у вас здесь все из дерева, все натуральное. Расскажите, пожалуйста, подробнее, чем тут торгуете? У нас очень большой ассортимент елочных, деревянных игрушек, символ будущего года. Это петухи, тут, смотрите, большое множество. Также аксессуары из дерева, часы из дерева настоящие, тикают. Запонки, галстуки, бабочки, куча всех. Я знаю, что цены вполне себе демократичные. Вот петухи сколько стоят на елку? 150 рублей. Класс! Вот прям 150 рублей, это очень даже такая приятная цена. Дальше у нас павильон от мастерской тайга. Здесь ребята торгуют изделиями из кожи. И вот, пожалуйста, посмотрите, операторы, покажите. Я у них уже купила тут кошелек, да, вот, раскошелилась я, конечно. Ну, расскажите, что вот можно тут такого у вас приобрести? Ну, скажем, например, мужчине на Новый год. У нас, в принципе, только мужчинам и можно что-то приобретать. У нас есть... Я кошелек у вас купила! Нет, сейчас, сейчас. Вообще у нас для женщин есть. А у нас можно кошельки, зажимы для денег, обложки на паспорт, обложки для автодокументов, портмоне, ежедневники, ключницы, очки, чехлы для очков и ремни мужские замечательные у нас. А с каких рублей все это продается? От 150 у нас начинаются сувениры и так далее. Ой, супер! Круто! Наверное, еще к вам за чем-нибудь забегу. Надо же там порадовать товарища. И еще я хочу вам рассказать про этот павильон с живыми елками. Ребят, елка на Новый год это, конечно, самое обязательное, что должно быть в каждой квартире. Смотрите, какие они красивые, какие они свежие и пахнут. Дайте проверю. Да, пахнут хвойным лесом. Так что, действительно, натуральные все, пожалуйста, 40-й контейнеры за свежими новогодними елками. На этом у меня еще не все. Во втором включении еще расскажу, что же такого вкусного можно приобрести на Белой ярмарке. Даша, спасибо огромное. Вот такими прямыми включениями мы проделываем путь по Белой ярмарке. А вот в летом появился в интернете блог, где автор, музыкант проделывает путь из провинциального гаража на столичный стадион. У нас сегодня он в гостях. Автор блога и музыкант Александр Назаров. Новый псевдоним Ян Эмо. Все правильно? Все верно. Я когда увидела твой блог впервые, я вот сейчас буду рассказывать сразу свои впечатления летом, у меня первый вопрос был, почему все черно-белое? От чего так? Чтобы не отвлекало ничего. Потому что цвета, они отвлекают от содержания, а я все-таки делаю основной фэнт на этом. И, в общем-то, суть вещей это никак не приукрасит. Если мы раскрасим все, ничего не изменится, просто будет там все синего или красного цвета. Хорошо. Кстати, сегодня Саша выступает у нас на белой ярмарке, буквально через пять минут нашей беседы я его отпущу. А вообще у него ближайшее выступление большое, к которому он готовился целый год, да, получается? Ну, полгода. Полгода. Концерт состоится. Говори, когда вас приглашают? 16 декабря в клубе «Эра». Приходите. Приходите все, пожалуйста. Я буду вас очень ждать. 16 декабря во сколько концерт начинается? В 20.00 начинается концерт, в 19.00 открываются двери. Билеты еще можно купить, поэтому спрашивайте, покупайте. Я смотрела твой видеоблог, и его можно смотреть с такой практической точки зрения, если даже вы еще не музыканты. Вот там можно найти вот такие ответы на такие вопросы. Как музыканту реагировать на критику, допустим, где найти продюсера? Сколько стоит привлечь зрителей на концерт? На что музыканты на самом деле тратят деньги? Где ты эти все темы берешь? Ну, придумываю. Сам или тебе пишут твои подписчики? Нет. Давай поговорим на эту тему. Все темы, о которых я рассказываю, это мой личный опыт, которым я просто делюсь. То есть я не даю советы, как нужно. Я рассказываю, как делаю я. Такой авторский учебник. Ну, можно так сказать. То есть я для этого не должен быть авторитетом. Я просто человек, который что-то делает. У нас просто, ну, проблема в том, что люди очень часто рассуждают о том, что бы они хотели делать. И когда они начинают что-то делать, ну, тогда уже можно об этом рассказывать. Что я и, собственно, и пытаюсь делать. Ну, кстати, Саша рассказывает абсолютно все, даже то, сколько денег он потратил на концерт, на афиши, на производство видеороликов. Поэтому приходите и смотрите. Если запоминаете, записываете и смотрите, нужно ли вам быть музыкантом или нет. Нужна ли вам эта дорога? Ты говорил, или, может быть, ты пошутил, что ты, прежде чем делать этот блог, проводил фокус-группу и попробовал все это на восьмиклассниках. Это правда? Это правда? Вообще ничего. То есть все, о чем я говорю, это чистейшая правда там. Ну, и ты говорил, что нужно найти свою аудиторию. Пошел ее к концерту? Восьмиклассники, как бы, все хорошо оценили. Своя аудитория у меня уже сформирована, ну, на канале. То есть это просто частично Красноярск, потому что... И кто твой слушатель? Вы сейчас вопрос задавали. Сейчас, в данный момент, прям в данный момент, мой слушатель, это мужчина от 18 до 28 лет. В основном. Десятилетним уже слушать нельзя? Ну, можно, можно. Но вообще, как бы, процент женской аудитории надо повышать. Вот, поэтому это будет задача следующего года. Хорошо. Еще, я знаю, что ты по образованию искусствовед. Ты как-то с точки зрения искусства к своему блогу подошел. Что там ты сделал, вот, по-научному, так скажем? Все. Это, ну, это то, что в тебе остается, и это невозможно из себя вывести. То есть образование человека, оно так и работает. Поэтому, естественно, я все смотрю из позиции искусствоведа тоже. И на свое творчество в том числе. Вот скажи, скучаешь по своему старому красному костюму, честно, из группы Рок? Хоть раз его надевал за это? Я хотел его продать на прошлый Новый год. Ну, типа, карнавальный костюм, но я просто не успел. Но, может быть, в этом году. То есть и он продается? Ну, я хочу, я не знаю. На концерте, может, его продать? Ну, кто-то вдруг себе вечеринку хочет строить, я не знаю. Ну, то есть ты все полностью от этого образа отошел, и больше к нему ни-ни. Ну, пока нет. Но это вот, это такой Тайлер Дерден из бойцовского клуба. Просто вот, сейчас я пришел к тому себе, который, ну, настоящий я, да? И не тяните меня в прошлое. Вот, не тяните. Хорошо, я не буду тебя тянуть. Хорошо. Задам лишь один вопрос. Смотри, у нас в Белой ярмарке, сюда люди приходят не только повеселиться и послушать тебя и наших артистов, но и просто вот купить себе что-нибудь. Очень сложно повеселиться. Прокупить себе, допустим, елки, новогодние подарки, да, такая практичная цель у людей. К тебе на концерт можно прийти, посмотреть тебя, что там просто из любопытства. Что же получилось у него? Ну, и какой-то полезный, можно эффект от твоего концерта получить? В смысле, подарок, чтобы я подарил? Не, я не знаю. Вот, если я приду слушать на концерт к тебе послезавтра, не только тебя, но что-нибудь еще сделать. Что? Лепестками белых роз твоё ложе со стилю. Значит, вот не могу, пока не научился, в общем, принимать цветы на концерте. Вот вообще анти... Хорошо, приходите с цветами. Нет, с цветами не надо приходить. Ладно, приходите просто на концерт Янемо. Я хочу сказать, что мы тоже готовили свой концерт, как и ты, свой блог, не своими руками. Допустим, мы хотим сказать огромное спасибо нашему большому другу. Это комплекс домашних решений Домер. Это тот, что на 9 мая 79. Именно здесь вы можете найти абсолютно все для устройства вашего дома, для дизайна, декора и интерьера. Здесь представлены только проверенные марки, ну а с выбором вам могут определиться, помогут определиться лучшие дизайнеры. Домер, жить хорошо. Увидимся после рекламы на телеканале Прима. Всем привет еще раз. Это прямое включение с Белой ярмарки. И напомню, что мы находимся здесь, на площади возле Домера. Это адрес 9 мая 79. Вы к нам можете приехать сюда и посмотреть, как мы делаем телевидение здесь. Мы делаем его не одни. К нам приходит гость. Например, у меня уже следующий гость, тоже по фамилии Назаров, но уже зовут его Дмитрий. И он специализируется не на музыке, а на здоровом образе жизни. Итак, встречайте. Дмитрий Назаров, заместитель директора центра экстремального спорта «Спортекс». Здравствуйте. Здравствуйте. У нас хороший повод с вами встречи, потому что вы хотите позвать не на концерт свой, а на фестиваль, который начнется завтра в Красноярске. Совершенно верно. Он называется правильно как? Сибирский фестиваль здорового образа жизни. Такое длинное название, а суть его в том, чтобы просто привлечь людей к здоровому образу жизни, да? Ну, хочется сказать, что в Сибири не забывают о здоровом образе жизни, а очень масштабно им занимаются. Например, какая тенденция сейчас? Просто что все начали постить фотографии? Нет, просто мы делали подобный фестиваль несколько лет, и проходил он в более фитнес-формате, и получая все больше запросов от молодежи, обратная связь и так далее, поняли, что еще очень много чего неохваченного, и размасштабировали, стали приглашать регионы к Сибири. У нас в прошлом году много ребят приехало из соседних регионов. В этом году мы ждем порядка восьми регионов соседей. Иркутск, Омск, и большим количеством они приезжают. Давайте, кто впервые слышит об этом фестивале, расскажем, что будет интересного в течение этих трех дней, потому что фестиваль начинается завтра, и закончится он 17 декабря. Правильно. Программа насыщенная, программа есть на сайте, ее можно посмотреть. Ну вот давайте 15 завтра это будет что? Фестиваль традиционно в трех год подряд мы открываем большим экстремальным шоу в Спартексе. Уникальное событие, потому что не так много экстремальных шоу у нас в Красноярске. А можно прийти бесплатно или билет сколько это стоит? Вход абсолютно бесплатный, абсолютно для всех желающих, никаких возрастных ограничений. Приготовили мы пару новых трюков, которых никто еще не видел. Надеемся, что все получится, надеемся, что нас придут поддержать. В пятницу мы открываем двери Спартекса для всех желающих абсолютно бесплатно. Можно приходить кататься в скейт-парке, можно заниматься в гимнастическом зале. А есть какое-то возрастное ограничение? Можно прийти с семьей, одному, вот как лучше приходить? Если кататься самостоятельно, то ограничение 14 лет, потому что все-таки экстремальное количество. А можно с семьей прийти, с детьми? Абсолютно свободно и самый насыщенный день, как вы правильно сказали, это 17, это суббота. Там просто калейдоскоп различных форматов. Хочешь переодевайся в кроссовки, в массовые тренировки зумбой занимайся. Хочешь уйди на мастер-класс по йоге спокойно методичный. Я нашла 17 декабря. Знаете, что мне стало интересно? Анализ осанки будет в 2 часа. Что это, как это будут делать? Я хочу сразу поровнее сесть. Как будут анализировать мою осанку? Специалисты будут проверять, в каком она состоянии сейчас. И будут давать методические рекомендации, как можно ее либо подправить, либо сохранить в нужной форме. Хорошо. А еще нашла интересную лекцию, которая будет 17 декабря. Это лекция по сабреологии. Это какая-то интересная наука. Очень интересный формат. Наука, достаточно популярная на самом деле. Наука о трезвости. О трезвости? То есть там будут говориться, как нельзя что-то употреблять молодежи. Ну, не то, чтобы как нельзя, а насколько осознанно надо подходить к этим вещам, скорее всего. А, даже так. Да, и насколько это масштабируется в целом в нашем обществе. Так, идет полтора часа. Ребята, в 2 часа 17 декабря можно прийти и послушать. Да. Я так понимаю, что вы сами зожник? Я да. Ну, я отношусь к этой категории, без сомнения. А вы к какому, когда к этому пришли? Во сколько лет вы поняли, все, я начинаю жизнь с чистого листа, ничего не делаю, только зарядка, фитнес, спорт? Ну, у всех по-разному проходит. У меня не было это, что это с чистого листа. Это было осознание того, что где-то надо себя приструнить, где-то надо себя поднаправить в нужное русло. Но ведь цель же этого фестиваля в том, чтобы людей именно направить в это же направление. Цель в этом фестивале, да, помочь людям реализовать себя в какой-то степени. И самое главное, ну, какую цель мы для себя ставим, что мы приглашаем... Заразить. Заразить, потому что мы приглашаем весь край. Нам очень много муниципалитетов приезжает по линии наших флагманских программ молодежных. Беги за мной, ассоциацию студенческого спорта. И съехаться, размасштабировать, это на край, что... Вот такие слова размасштабировать. Вы знаете, вот чисто практическая ситуация. Я купила себе абонемент в фитнес-центр в январе месяце. Вот недавно я вспомнила, что он у меня есть, и вот я начала активно туда ходить. И можно с такой ситуацией прийти к вам на фестиваль, размасштабироваться там, как вы говорите, да? После этого фестиваля я пойму, что, о боже, точно, надо идти в спорт. Вот вы поможете с мотивацией? Мы поможем и с мотивацией, и мы покажем, что это на самом деле доступно. Очень многие люди думают, что реально там какие-то недоступные вещи есть, там, фитнес-клубы, сумасшедшие деньги. Есть на самом деле в городе Краснодаре очень много бесплатных форматов. Ладно, хорошо. Нужно, ребят, приходить и проверять. Еще раз напомню, что фестиваль начнется завтра, и продлится он по 17 декабря. Здоровый образ жизни предполагает и правильное питание. Да. Но на новогодний стол у вас прямо будет вот все исправленное питание? У меня? Да. Вряд ли. Ну вот тем более, поэтому, Дмитрий, специально для вас Даша Сенникова сейчас расскажет, что можно приобрести из фермерского, такого натурального, настоящего сибирского для новогоднего стола. Даша, Дмитрий, вам спасибо, мы с вами на этом прощаемся, но продолжаем смотреть на Дашу, которая нам рассказывает про фермерские продукты на Белой ярмарке. Да, Вика, привет еще раз, и я уже в фермерской зоне, выбираю продукты для новогоднего стола. Знаете, тут на самом деле столько всего, что, ну, мне кажется, можно закупиться еще и продуктами впрок. И начнем мы с самого сладкого, самого пряного контейнера. Сегодня здесь это контейнер с восточными сладостями. Ну, что называется, здравствуй, лоха туркум, прощай, фигура. За это я не с вами здоровалась, а со сладостями, здрасте. А расскажите, от скольких рублей и что вкусного можно купить? Вот 250, вот, восточные сладости, цукаты. Можно купить. А 250 рублей, да? Что 250 рублей? Тот самый рахат лукум, да? Что еще? Вот цукаты есть еще, 300 рублей килограмм. 300 рублей килограмм цукаты. Вот все запомнили, да, что это павильон восточной сладости. Здесь у нас действительно все очень сладко. Вот, пожалуйста, у нас павильон с колбасой уярской. Здесь у нас и краковская, и индейка рубленая, и охотничья колбаса, и докторская, и телячья. В общем, огромнейший выбор к новогоднему столу. Вот то, что нужно на самом деле. Пожалуйста, павильон с рыбой. Здравствуйте. Рассказывайте, пожалуйста, что вкусненького можно купить и приготовить. Свежая мороженая рыбка к столу, пожалуйста. Это нельмочка. А еще у нас есть щука. Приготовьте щуку к своему столу праздничному, пожалуйста. Еще у нас есть муксун. У нас есть омуль. Шикарный омуль из нашей родной речки Енисея. Классно. И самое главное, я вижу, красная икра тоже у вас есть. И цены очень даже вполне доступны. Я уже посмотрела, проверила, ценчики почитала. Спасибо вам большое. Колбасный дворик. Ну это ж царство колбас. Пожалуйста, еще одно у нас на белой ярмарке. Рассказывайте. Здравствуйте. Что вкусного есть у вас к Новому году? Все вкусные. Агинск, Саянский район. Я представитель Саянского района. У нас хорошее хозяйство. Все натуральное. Да. Цены невысокие, так что люди подходят, покупают. А скольки рублей можно приобрести? Ну скажем так. Самая низкая цена 190. А что это по 190? Комбаса молочная. Прекрасно. А корейка, допустим, сколько стоит? 420. Не так уж и дорого, кстати, да? Спасибо большое вам. И мы двигаемся дальше. Это у нас прекрасные, искусственные елки от компании «Виген». Девушка, дайте я к вам поближе подойду. Я знаю, что вы производите елки прямо тут, прямо в Красноярске. И даже елка на Театральной площади, она тоже произведена компанией «Виген». Абсолютно верно. Мы находимся на Ширинской 19А, наше производственное коммерческое предприятие «Виген». Работаем мы уже на протяжении 25 лет. Наша компания достойна 17 больших золотых медалей и присвоено нам звание «Лидер отрасли». Я поняла, что вы большие молодцы, на самом деле, елки у вас тоже большие. А вот средненькая елочка от скольких рублей? Наши елки начинаются от 900 рублей. Маленькая ель натурального цвета. Ель чуть более красочная, с блесками стоит от 1400. Спасибо вам большое, а 1400, ну и средняя, я вижу, 2,5, да? Да, абсолютно верно. Спасибо большое, Вика. На этом у меня все, а завтра еще продолжим также изучать белую ярмарку. Даша, спасибо, теперь мы точно знаем, откуда елка на Театральной площади. Ну а я заканчиваю свое прямое включение с белой ярмарки и хочу сказать огромное спасибо нашим партнерам и друзьям, и ребятам из магазина качественных фейерверков «Бабах» за помощь в организации белой ярмарки, за то, что они предоставляют нашим гостям ярмарки, такие развлечения и просто хорошую дружескую атмосферу. А еще знаете, что в «Бабахе» можно купить классные фейерверки с хорошими скидками, и «Бабах» сделает любое ваше мероприятие намного ярче. Ну и, конечно, огромное спасибо салону обоев-декорация в домере, в комплексе домашних решений. Именно здесь мы и расположили свою студию. За это ребятам огромное спасибо. И, кстати, знаете, что здесь, я вот это точно вижу, в салоне обоев-декорация, огромный ассортимент обоев, как из России, так и из Европы. Мы прощаемся с вами на сегодня. Завтра приглашаю вас на белую ярмарку. А лучше приезжайте сегодня, потому что мы работаем до 9 вечера, и совсем скоро у нас состоится выступление нашего новогоднего диджея. Сегодня свою музыку ставит ведущий примы Сергей Рубцов. Приходите, послушайте эту музыку, этот плейлист. Ну и, конечно, если у вас еще нет новогоднего настроения, то приезжайте к нам точно. У нас здесь, у каждого, кто делает белую ярмарку, этого настроения хоть отбавляй. До встречи завтра на белой.